Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Семья, уровень жизни, культурное наследие. Владимир Путин в послании федеральному собранию обозначил основные приоритеты. Солидная прибавка. Депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет. Гиперактивные долголеты. Как пенсионеры доказывают, что их рано сбрасывать со счетов. Рязанская область вошла в пилотный проект по восстановлению объектов культурного наследия. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Он предложил сформировать долгосрочную программу в этой сфере. Кроме того, он обозначил основные направления развития нашей страны. Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. С этим посылом Владимир Путин обратился к российским регионам и заявил о создании нового национального проекта «Семья». Он предложил продолжить семейную ипотеку до 30-го года. Особое внимание семьям с детьми до 6 лет. Пролонгации подлежит и программа материнского капитала. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семьи с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу. И предлагаю дополнительно помочь субъектной федерацией, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30-го года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Еще один новый нацпроект для сельских территорий и так называемых депрессивных регионов, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по стране. Национальный проект так и назовут. Продолжительная и активная жизнь. Ну и, разумеется, здоровый образ жизни по-прежнему в приоритетах руководства страны. Спортобъектов будет больше, они станут доступнее. Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, в школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят. Отдельно глава государства остановился на вопросах регионального развития. К 30-му году все регионы должны стать экономически самодостаточны. Для этого государство идет на беспрецедентные меры. Владимир Путин озвучил их по пунктам. Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Обращаю внимание, эти сэкономленные средства должны быть, что называется, окрашены и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Далее. В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 миллиардов рублей. Затем расширили ее до 1 триллиона. Напомню, что такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. Это отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития. И регионы отмечают высокую эффективность такого механизма. Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов. Направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов. Отдельно президент остановился на сохранении культурного наследия страны. По словам Владимира Путина, старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности. Неразрывные связи поколений. В пилотный проект вошла и Рязанская область. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дома РФ. В нем примут участие 5 регионов. Собайкалья, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. Дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и селы. Те, кто сейчас защищает рубежи нашей страны, должны стать новой элитой России. В этом Владимир Путин твердо убежден, и поэтому он анонсировал новый образовательный институт – «Время героев». Определять дальнейшую политику и развитие страны теперь будут те, кто ее защищает. Сегодня депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет города почти на полмиллиарда. Деньги пойдут на первоочередные нужды, в основном социального характера. Но начали народные избранники с доклада силовиков по улучшению общественной безопасности. Уровень преступлений в области общественного порядка и безопасности в Рязани неуклонно идет вниз. С этого начал доклад перед народными избранниками заместитель начальника городской полиции Сергей Сорокин. В целом количество преступлений снизилось на 5%, значительное уменьшение по грабежам и разбоям. Есть успехи у правоохранителей с профилактикой смертей на дорогах, их стало меньше, а также в сфере борьбы с наркотиками. Но город сегодня стал целью кибермошенников. С ними справляться получается не всегда. Раскрытие данного вида преступления представляет собой трудоемкий процесс, так как зачастую злоумышленники используют специальные программы для подмены номеров, используют номера IP и облачной телефонии, а также элементарную доверчивость граждан. На территории города Рязани по итогам 2023 года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-компенсационных технологий в сфере компьютерной информации на 7,5%. Данный рост характерен для всех районов города Рязани и обусловлен на активизацию преступной деятельности с территории недружественных государств. Доходная часть городского бюджета после прибавки в 461 с лишним миллионов рублей перевалит за 17 миллиардов. Расходы тоже вырастут в основном по социальным статьям. Депутаты Рязанской городской думы активно уточняли сумму и цель по некоторым строчкам списка. Все траты оказались важными. 173,3 миллиона рублей ежемесячно денежные вознаграждения за классное руководство. 96,2 миллиона рублей благоустройство общественных территорий, лесопарк, сквер имени маршала Березова, Новопавловская роща, Черезовские пруды. 77,4 миллиона рублей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. В списке дополнительных расходов также обустройство детских технопарков в 63-65 школах, горячее питание для младшеклассников, социальные выплаты молодым семьям. Дорожный фонд получит сверху 2 миллиона, 20 пойдут на закупку техники для уборки города, еще 40 на приобретение реагентов. Сейчас цена на них вдвое ниже. Весь список дополнительных расходов народные избранники поддержали единогласно. Региональный образовательно-досуговый проект «Активное долголетие» стартовал в области в июне прошлого года по нацпроекту «Демография». Ее цель – вовлечь граждан старшего возраста в творчество, занятие физкультурой, получение новых знаний и навыков. Сегодня награждали самых активных из них. Алла Барсякова всю жизнь проработала инженером. Говорит, как вышла на пенсию, не знала, чем заняться. Решила посвятить свободное время английскому языку. Учила 7 лет. После решила стать наставником и для своих друзей. Сегодня у нее уже несколько групп. Я продолжаю до сих пор еще изучать язык. Остановиться невозможно, потому что изучить – это немыслимо, чтобы освоить его в столь короткий срок. Люди изучают школы, институт, общаются с носителями языка. Когда ты видишь, что люди чего хотят, и ты, в общем-то, уже знаешь, как это помочь. И в то же время быть одновременно и учителем, и учеником – это так здорово. Ведь чем больше ты повторяешь, тем лучше ты узнаешь. Как бы это ни звучало парадоксально, проект «Активное долголетие» довольно молодой. Стартовал он в июне 23-го года. Но сегодня в него вовлечены все муниципальные образования. На 400 площадок предусмотрено больше 600 мероприятий по 15 направлениям. Что они делают? Это мастер-классы по изготовлению пирогов, по плетению из бересты, по изготовлению игрушки из шерсти, по росписи керамических изделий. И даже сегодня, вы смогли убедиться, у нас было столько удивительных площадок, где сами жители, которые раньше пришли к нам просто как участники, а сейчас они сами стали зачинателями, организаторами площадок. Одна из таких площадок – мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Изготавливают их в комплексном центре соцобслуживания. Также здесь плетут маскировочные сети, в общем, активно помогают фронту. Мы готовим только лишь бумажные заготовочки, вот в таком виде. А парафином заливает церковь. Тканищево, Преображенская церковь заливает парафином. У них специальная плавильная установка есть. Ну и вот все стараемся сделать для нашей победы. Всего в клуб активного долголетия входит больше 600 долголетов, как они сами себя называют. Возраст разнится. Нижняя планка 55 лет, верхний – нет. Однако авторы проекта уточнили, что в регионе есть несколько истинных долгожителей, которым больше 90 лет. И они вполне себе активные участники клуба. Повышают компьютерную грамотность, изучают английский язык. Порой даже ни в чем не уступая детям и внукам. В музее-усадьбе Ивана Петровича Павлова сегодня отметили юбилей со дня рождения ученого-физиолога. Со своими научно-исследовательскими работами выступили студенты региональных вузов. Вторая дата, на которой сегодня ставили акцент – 120-летие получения Павлова Нобелевской премии. О каких открытиях вспомнили Кристина Бочкарева. Меня зовут Крючкова Татьяна. Я представляю Рязанский государственный медицинский университет. И тема моей работы – это исследование Павлова по кровообращению и трофическому действию нервной системы. На конференции свои работы представили студенты не только медицинского, но и агротехнологического, педагогического университетов, а также Академии ФСИН. Каждый из участников выбрал прикладное направление исследовательской деятельности Ивана Павлова – физиология кровообращения, пищеварения и нервная система. Доклады сопровождались обязательной презентацией. У нас конференция, посвященная, получается, 175-летию Павлова. То есть я представляю тематику 15-го международного конгресса. Как раз это был съезд физиологов, не только наших советских, получается, но и иностранных. Это были делегации из Англии, Америки, Германии и многих других представителей, которых я также буду говорить в докладе. Обсуждались разные тематики, такие как авитаминоз, к примеру, физиология человека самого. Я выбрал тематику современной взгляды на высшую нервную деятельность, на типы высшей нервной деятельности. Я там перечисляю несколько ученых, которые изучали высшую нервную деятельность помимо Павлова. По большей части они продолжали идеи Павлова. Эту конференцию организаторы проводят для широкой пропаганды научного наследия рязанского академика, а также поддержки и развития исследовательского потенциала у молодежи. Сам Иван Павлов возлагал большие надежды на подрастающее поколение, оставив духовное завещание для юных умов в феврале 1936 года. Он писал, что же пожелать молодежи моей Родины, посвятившей себя науке. Прежде всего, последовательности. Приучите себя к последовательности в накоплении знаний. Изучите сначала азы науки, прежде чем подойти к ее вершинам. Второе – это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко не оценивали вас, имейте мужество сказать себе «я невежда». Треть – это страсть. Наука требует от человека все его жизни. И даже если бы у вас было две жизни, то их не хватило бы вам. Будьте страстны в вашей работе, в ваших исканиях. Когда молодые люди начинают вникать в его учения, причем вы же прекрасно знаете, что Павел оставил наследие по нескольким научным управлениям – кровообращение, пищеварение, за что он, кстати, получил Нобелевскую премию высшей нервной деятельности. И когда молодежь начинает разбираться в том, что он сделал, а главное, его научная школа, что сделала, то начинают понимать, что многое из того, что он говорил, сбывается только сегодня по-настоящему. Помимо конференции в Музее-усадьбе академиков в памятную неделю февраля прошли и другие мероприятия. Одним из них стало открытие выставки «Семья – это богатство». На фотографиях Иван Павлов в компании своих близких. И экспозиция показывает рязанского академика не столько выдающимся ученым, сколько любящим сыном, отцом и мужем. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова